Длина установленной водоналивной дамбы 100 метров. Возвели ее на улице Озерной. В общей сложности в Затоне построено 500 метров защитных валов. И еще 2 километра обновлено. Это помогло снизить угрозу подтопления 40 приусадебных участков. Спасибо МЧС, что заботятся в людях. Но подтопленными на данный момент остаются более 80 участков и 7 дорог. Уровень АБИ превышает критическое значение на 12 сантиметров. В дома вода не зашла. Но если ее уровень повысится еще как минимум на 8 сантиметров, все может быть. Местные жители, по словам главы администрации, не переживают. А спокойно готовят лодки и сапоги. Жилые дворы администрация обходит регулярно. Проверяем количество проживающих в домовладениях. Уточняем их. И составляем списки по категориям граждан. То есть это маломобильные жители, которые имеют инвалидность. Семьи с детками до года. Беременных женщин. Чтобы в первую очередь начать эвакуацию с этой категории граждан. В Затоне дежурят спасательные бригады и полиция. Также по официальной информации для местных подготовлено 3 пункта временного размещения. Но желающих эвакуироваться, говорят в администрации, пока что нет. Однако по прогнозу синоптиков в ближайшие дни снова будут идти дожди. И это может ухудшить ситуацию. Добавим, еще одна опасная точка на карте края у села Усть-Черыш, усть Кристанского района. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.